Итак, друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы провести сравнительные анализы нескольких производителей женских гигиенических прокладок. Для тестов мы возьмем те самые прокладки, которые сегодня используются и продаются в магазине. Вы сами знаете всех этих производителей. И для сравнения мы возьмем прокладки с анилоновым чипом от компании Health Priority. И самое первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, из какого сырья делаются женские гигиенические прокладки. На любой упаковке производитель наносит подобную маркировку. Здесь мы видим в треугольнике 4 LDP. Это значит, что прокладки сделаны из вторичного сырья. Откуда берется вторичное сырье для изготовления подобных прокладок? Это одноразовая посуда, пластиковые пакеты, бутылки. Все это собирается, как правило, на городских свалках, потом перерабатывается, добавляется много химии, отбеливается. Ну и после этого мы получаем исходное сырье. Прокладки от компании Health Priority сделаны полностью из первичного сырья. На упаковку нанесена соответствующая маркировка. Вы видите, что здесь треугольник без цифры 4. Далее давайте с вами посмотрим, как упакованы сами женские гигиенические прокладки. Достанем одну из них. Мы видим, что они упакованы в таком вот конверте. И этот конверт, он не герметичен. То есть, соответственно, когда такая прокладка носится где-то в сумке, сюда могут помадать остатки пыли, грязи, всего того, что лежит в сумке. И еще очень важный момент, что, как правило, женские гигиенические средства хранятся в какой-то ванной комнате, где повышенная влажность. Соответственно, это отличная среда для того, чтобы размножались бактерии. Далее давайте с вами посмотрим, как упакованы женские гигиенические прокладки другого производителя. Мы здесь наблюдаем с вами. Все тоже не герметичный карман, ни о какой стерильности здесь речи идти не может. Да, сюда все попадает. Попадает, соответственно, женскую гигиеническую прокладку, которой девушки потом успешно пользуются. Если взять упаковку компании Health Priority, она полностью сделана из фольги. В фольгированном материале не размножаются бактерии. Здесь есть защитная пленка, клей, которая многоразовая. Вы можете открыть, снова закрыть, и упаковка будет герметичная. Достанем саму прокладку. Здесь мы видим, как она упакована. На самом деле, при развороте мы видим, что она полностью упакована в пленку. Это защитный материал, и она абсолютно герметична. Ну и далее давайте с вами посмотрим, то, какими свойствами обладают сами прокладки. Будем их распаковывать. В первом образце мы видим, с обратной стороны всегда нанесен клей. Как правило, используется технический клей. После того, как такая прокладка была наклеена на нижнее белье, технический клей полностью не отстирывается, и данное белье уже нельзя будет носить без, соответственно, прокладок. Распаковываем вторую прокладку. Ну, здесь примерно такая же ситуация. Как правило, используется технический клей. Теперь развернем с вами прокладку от компании Health Priority. Я напомню здесь, что полностью герметичная упаковка. Здесь нанесено 4 тонкие полоски пищевого клея. И давайте с вами сделаем несколько экспериментов, тестов по впитываемости данных прокладок. Особенность технического клея заключается в том, что в нем содержатся формальдегиды. В пищевом клее, соответственно, этого нету, и это абсолютно безопасно для женского здоровья. Далее давайте с вами развернем эти прокладки, посмотрим на внешний вид. Мне не очень, на самом деле, понятно, для чего производитель производит и делает дополнительную окраску, потому что данная окраска, несмотря на то, что это может быть пищевой какой-то краситель, при, соответственно, попадании на него влаги, будет дополнительно разлагаться. В компании Health Priority не используется дополнительное окрашивание. Мы видим, что прокладка полностью белая, и в нее встроен чип, о котором мы поговорим с вами далее. Ну и давайте с вами проверим прокладки на впитываемые свойства. Каждая прокладка по ГОСТу должна впитывать в себя около 50 мл. Соответственно, в каждую из таких прокладок мы сейчас нальем заявленное количество жидкости. Ну и, соответственно, дадим время для того, чтобы они впитались. Хорошо, у нас прошла одна минута, давайте теперь проверим, как же прокладки впитали в себя жидкость. Первый образец. Ну, мы видим, что прокладка не впитала в себя жидкость. Салфетка полностью мокрая. Возьмем второго производителя. Ситуация, ну, собственно говоря, такая же. Мы видим, что прокладки не справляются с впитываемостью жидкости заявленных характеристик. И, соответственно, тот же самый эксперимент, проделанный с прокладками Health Priority. Я постучу. Да, и мы видим, что данная салфетка полностью сухая. Соответственно, с заявленными характеристиками по впитываемости влаги данная прокладка полностью справляется. Хорошо, следующее, что я хотел бы показать, это из какого материала сделаны слои этих прокладок. Давайте посмотрим и разберем на слои каждого из производителя. Верхний слой в магазинах прокладок, как я уже говорил, сделан полностью из синтетического материала. Он до сих пор влажный. Дополнительно на него нанесена типографская краска. Не очень понятно, для чего это делают, потому что при воздействии влаги большая вероятность, что эта краска начнет разлагаться. То же самое посмотрим у следующего производителя, из чего сделан верхний слой. Это, как правило, здесь мы на самом деле тоже видим, что это обычный синтетический материал. И он тоже до сих пор у нас влажный. Поверхность у него пористая для того, чтобы он впитывался. Ну и то же самое, нанесена непонятная типографская краска, для чего это делается. Наверное, сам производитель не очень понимает. И посмотрим верхний слой прокладок Health Priority. Это полностью натуральный, стопроцентный хлопок. Он не вызывает никаких раздражений. Если бы вы сейчас могли потрогать его, лежать в руках, вы бы видели, что этот слой уже абсолютно сухой. Дополнительно в этом слое присутствует анионовый чип. Я сейчас его сниму. О нем мы поговорим отдельно, для чего он нам нужен. И дальше давайте посмотрим слой, в который заворачивается гель. В магазинах, прокладках гель заворачивается также в синтетический материал. Этот гель не справляется с заявленными характеристиками. Соответственно, если я сейчас буду выдавлять из него воду, то вся вода никуда не впитывается. Она остается на поверхности этого геля. Давайте посмотрим второго производителя. Здесь на самом деле ситуация абсолютно такая же. Из чего состоит этот гель? Это переработанная целлюлоза. Давайте посмотрим, сколько воды из него можно выдавить. Хорошо. И давайте сейчас посмотрим слой, в который заворачивается гель прокладка Health Priority. Это, во-первых, абсолютно стопроцентный натуральный хлопок. Он не вызывает никаких раздражений. Сам слой геля – это смесь крахмалов. Абсолютно натуральный. И давайте попробуем из него выдавить жидкость. Она не выдавливается. Для того, чтобы продемонстрировать вам впитывающие свойства этого геля, я еще помещу это в стакан с водой. И подождем некоторое время. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это нижние слои, из чего делаются жесткие гигиенические прокладки. Нижний слой – это самый обычный полиэтилен. Он никогда не дышит, он не пропускает воздух. Возьмем второго производителя. Соответственно, здесь абсолютно такая же ситуация. Подобный слой защищает от протеканий, но он не способствует воздухообмену. Если, соответственно, нет циркуляции воздуха, есть влага, температура средняя 37 градусов. Это отличная среда для того, чтобы бактерии размножались. Если мы посмотрим нижний слой прокладок Health Priority, то это пористый слой. Он не пропускает воду, но при этом не задерживает воздухообмен. И это можно сделать с помощью простого эксперимента, который мы проведем чуть позже. А сейчас я хотел бы вернуться к гелю. Он стоял на ваших глазах. И, соответственно, вы видите, что этот гель, помимо того, что мы налили в него порядка 50 мл жидкости, дополнительно еще здесь было в стакане около 100 мл жидкости, и он полностью впитался. Далее давайте с вами на простом эксперименте убедимся, насколько хорошо пропускает воздух прокладка Health Priority, а вернее ее верхний слой. Берем стакан с кипятком, накрываем, соответственно, сверху пустым стаканом. И сейчас, буквально через 10 секунд, мы с вами будем наблюдать, что верхний стакан полностью сопотел. Это как раз-таки доказывает, что прокладка отлично способствует воздухообмену. Я не уверен, что это будет хорошо видно на видео, поэтому давайте я дополнительно сниму и продемонстрирую это апатином. Я думаю, что должно быть видно. Далее я хотел бы подробнее остановиться на анионовом чипе, который мы ранее извлекли из прокатки Health Priority. Данный чип – это материал, в который вплетены турмалиновые нити. Они, соответственно, выделяют анионы воздух. Что такое анионы? Это отрицательно заряженные частицы, и как раз-таки наличие таких частиц препятствует размножению бактерий и грибков в прокладке. Ну и для того, чтобы не быть голослован, давайте с вами все-таки проверим данные чипы, и действительно ли они выделяют анионы воздух. У меня есть специализированное оборудование. Это тестер. Он замеряет количество анионов, которые содержатся в воздухе в каждом кубическом сантиметре. Стабильное содержание анионов – это от 20 до 25 единиц. И мы давайте с вами сделаем такой замер. Сейчас я обнулил этот прибор, и буквально через несколько секунд, соответственно, он нам покажет, какое количество анионов содержится в данном случае в этом помещении. Сейчас мы видим показания – это 14 единиц на каждый кубический сантиметр. Далее мы возьмем производителей, достаточно известные производители, которые заявляют, что в их прокладках в том числе существует анионовый чип, и они такие же полезные. Развернем прокладки. На самом деле мы видим, что в них встроен тоже чип. Далее возьмем прокладки другого производителя, достаточно известные. Тоже заявляют, что они имеют анионовый чип. Всячески используют это в рекламе. Но, как я уже вам сказал, давайте не будем голословными, и все-таки проверим это с помощью специализированного оборудования. Потому что мы сегодня с вами живем в век, когда реклама двигает торговлю, ну и, соответственно, в качестве рекламных целей пишут различные характеристики на упаковках. По факту этого ничего нет. Здесь мы видим, что анионовый чип очень похож на тот же чип, который используется в прокладках Health Priority. Ну и достанем с вами одну, соответственно, так же прокладку компании Health Priority с анионовым чипом. Чипы выглядят, кстати, очень похоже визуально, практически не отличаются. И сейчас я сброшу данное оборудование и приложу его на первого производителя. Сейчас у нас есть показатели. Это 16 единиц. Напомню, что среднее статистическое показание анионов в воздухе от 15 до 25 единиц. То есть данные прокладки не выделяют никакого дополнительного количества анионов. Теперь проверим, соответственно, прокладки следующего производителя, который также заявляет, что у них есть анионовый чип. На самом деле, визуально мы его видим. Он очень похож. Там есть рисунок, узор турмалиновых нитей. Но давайте все-таки посмотрим, что покажет нам оборудование. Здесь мы видим 22 единицы. Еще раз напоминаю, что в свободном пространстве до 25 единиц анионы содержатся сами по себе. Поэтому данный анионовый чип у этого производителя тоже никакого дополнительного эффекта и выделения анионов не делает. И теперь давайте проверим, какое количество анионов выделяет чип из прокладок Health Priority. Запускаем тестер, прикладываем его к чипу прокладок Health Priority. И буквально через несколько секунд мы увидим с вами показания. Напомню, что среднестатистические показатели наличия анионов в воздухе это от 14 до 25 единиц. То есть предыдущие два производителя при тестировании показателей, что их анионовые чипы в принципе не рабочие. Дополнительно никакого содержания анионов здесь нет. Сейчас я показываю вам показания. С прокладок Health Priority, соответственно, на кубический сантиметр 898 единиц. Это то количество анионов, которое выделяется при этом чипе. У компании Health Priority есть прокладки ночные, дневные и ежедневные. И как раз таки дневные и ночные, они содержат в себе анионовый чип. А в прокладках ежедневных, соответственно, содержатся тоже дополнительные чипы. Давайте посмотрим, как он работает. Этот чип сделан из тисового дерева. Это специальное волокно. И давайте посмотрим, какими свойствами обладает этот чип. Он другого цвета. Вот видите, он такой розовый. При температурном воздействии этот чип активируется. Сейчас мы его извлечем из данной прокладочки. Вот таким образом он выглядит. Возьмем с вами стакан воды. Нальем сюда 20 мл жидкости. Заранее у меня подготовлен йод. Сделаем 3 капли йода. Вы видите, что вода окрасилась. Соответственно, это кислая среда. И сейчас мы в эту воду поместим данный чип. Ну, я думаю, что это будет видно даже на камеру, что буквально через 3 секунды вода поменяла цвет, она снова стала прозрачной. Таким образом, это доказывает, что чип в ежедневных прокладках ингибирует разложение меланина, что крайне полезно для нашего с вами организма. Друзья, ну я вам сейчас при помощи достаточно простых экспериментов подтвердил, как проверить прокладки. Даже использовал профессиональное оборудование. Поэтому не ведитесь никогда на уловки маркетологов. Они сделают абсолютно все, чтобы вы верили и покупали их продукцию. Но, как вы сегодня убедились, эта продукция не оказывает никакого абсолютно положительного эффекта. При этом, как правило, такие прокладки стоят достаточно хороших денег. Ну, решать вам.